С вами я Михаил Шилов, автор проекта www.drshilov.com Также www.makevara.ru, www.budushin.ru и www.budublog.ru Мне задали вопрос, бегаю ли я интервальный бег. Бегаю. Не часто сейчас, потому что сейчас я бегаю по программам, которые скачал в специальной программе Rantastic, беговой, которые направлены на жиросжигание, а сейчас на то, чтобы пробежать 10 километров за определенное время. И поэтому на интервальный бег, как таковой, у меня времени особо не хватает. Но когда у меня таких программ нет, когда я завершаю, то я бегаю бег интервальный. Считаю, что это очень хорошая методика для жиросжигания. Для кардиотренировки может быть, но еще чем хороший интервальный бег? Он занимает меньше времени. То есть, если на полноценную беговую тренировку надо 40 минут в час, то интервальный бег за 20 минут можно запустить все механизмы так, что сжигание не начнется. И оно еще будет долго продолжаться после того, как вы закончите бегать. Поэтому бегаю. Что по этому поводу говорят еще? Очень многие рекомендуют это дело. Я, в принципе, тоже. Есть очень важный момент, как это делать. Потому что я смотрю на стадионе, как некоторые бегают на интервальный бег. Они его так понимают, что это же чередование ходьбы, предположим, и бега. Или быстрого бега, и бега медленного. И часто я вижу такое, что идут по стадиону еле-еле нога за ногу, потом немножечко трусцой пробегают, вроде как интенсивность-то поменялась нагрузки, и потом опять пешочком. Это не интервальный бег. Это прогулка, это интервальная ходьба. Если уж вы интервальным бегом занимаетесь, надо понимать, что тот интервал, который вы бежите, надо бежать его быстро. Может быть, не на пределе возможностей для начала. Если уж тренированный, то очень надо сильно бежать, конечно, быстро. Не спринт, но как ощутимо. Вот. А так, если тренированный, то очень быстро. Очень быстро, реально. И пешком лучше не идти потом. Ну, если там сил нет, то можно пешком. А так лучше не пешком, а легкой, сам трусцой. Вот тогда это будет интервальный бег. Остальное все так, лукаво, это все фигня. Лучше просто трусцой медленно пробежать полчасика. И то будет эффекта больше. Потому что средняя скорость, если вот так вот еле-еле бегать, в составе 4 км в час, условно говоря, это медленнее, чем если бы вы просто прогуливались пешочком. Поэтому никакого толку в этом нет. Средняя скорость должна составлять такая, как минимум. Как если бы вы бежали, ну, нормально, толстой. Так, в среднем темпе. Вот такая. То есть вы бежите настолько быстро, что скорость, которая была при вот ускорении притакона, покрывает то время, которое вы затратили, когда вы двигались более медленно. В итоге средний темп получается достаточно высокий. Вот тогда будет эффект. Ну, все, момент тренировки.